Добрый вечер! В прямом эфире вы смотрите программу Маслехат. Напомню, цель нашего проекта ознакомить вас с деятельностью депутатов, который вы можете адресовать свои вопросы по номеру телефона 28 58 69, номер мессенджера WhatsApp 8 700 028 58 69. Сегодня у нас в студии депутаты областного Маслехата Леана Турсынова и Нурлан Сергалеев. Не забывайте нам звонить, у нас всего полчаса эфирного времени. Итак, добрый вечер, уважаемые гости. Я рада приветствовать вас в нашей студии. И я думаю, нужно сразу перейти к беседе, поскольку повторяюсь всего полчаса. Расскажите о той депутатской деятельности, которой вы занимаетесь и каков функционал депутата областного Маслехата Нурлан Хапибулович. Вам первое слово. Спасибо большое. Каждый из депутатов областного Маслехата курирует определенное направление и состоит в комиссиях. То есть вся работа основная, это, конечно, работа в комиссиях. И мы рассматриваем и бюджеты, и самое важное в нашей работе, это вот те общественные приемные, которые мы проводим, общественный прием граждан. И, соответственно, вот эти проблемы, которые возникают и у граждан, мы стараемся как бы решить, помочь людям. Но все-таки основная работа, это вот системная работа, которую мы работаем в комиссиях. В комиссиях и, соответственно, на Маслехатах. Если говорить о моей работе, я возглавляю общественный совет по экологии при партии Аманат, а также мы с Ляной Алексеевым состоим в комиссии по инновации и по предпринимательству. То есть периодически как раз острые вопросы, которые касаются и предпринимательства, и работы, скажем так, по инновациям, мы как раз эти вопросы поднимаем. Елена Алексеевна, каких критериев Вы придерживаетесь в своей депутатской деятельности? Я бы хотела продолжить мысль, продолжить Нурлана Хайбулыча. Я тоже являюсь председателем общественного совета по социальным вопросам и также состою, вот вместе мы стоим в этой комиссии. Какие критерии? Вы знаете, особо критерий нет. Я думаю, это депутатская деятельность, это общественная, во-первых, деятельность, во-вторых, она такая же, как и производственная деятельность, и так же, как жизненная деятельность. Жить на земле критерии должны быть одинаковые. Я так считаю, это, во-первых, уметь слушать и слышать избирателей своих. Во-вторых, доступность. И, в-третьих, мне кажется, это дело всегда доводит до конца, особенно если это касается обращений наших избирателей. И, конечно, работа с местными исполнительными органами, прежде всего, это должна быть наша принципиальность и настойчивость. Если я правильно, слово Нурлайфович сказал, настойчивость, потому что есть определенные функционалки, то есть у нас есть свои законные права депутатов, которыми мы обязаны и должны уметь пользоваться. Вот в связи с этим, конечно, именно должна быть настойчивость и грамотность. Таковы критерии. Ну и в продолжении я скажу, что получается, что из поля зрения депутатов не должно ничего ускользать. Особенно это проблемные вопросы нашего областного центра, благоустройства города, работа коммунальных служб, которые не всегда радуют наших горожан. Освещение, ремонт и так далее все не буду перечислять. Опять-таки, помощь малоимущим, пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной. Вот какие проблемные вопросы на сегодняшний день решаются вами? Я понимаю, конечно, вы изначально сказали, в каком направлении вы работаете. На нем мы тоже остановимся, предпринимательство, инновации. Но в целом, если говорить о проблемах города. Нурландович. Очень хороший вопрос, на самом деле. Почему? Потому что, если мы говорим про область, основная масса населения у нас проживает все-таки в городе, и проблем действительно достаточно много. Мы практически на каждом и своем заседании рассматриваем, с этим сталкиваемся. Хотел бы отметить последнюю. Буквально на прошлой неделе мы собирали и предпринимателей, которые занимаются вторичной переработкой мусора, соответственно, и с управляющими организациями, и с ЖКХ. То есть мы обсуждали вот именно последний случай, когда, вы знаете, город оказался в плену, скажем так, вот этого дыма, когда у нас горел полигон возле фирмы Асан, соответственно. То есть мы детально рассматривали, кому он принадлежит, на каком основании, что с ним нужно будет сделать. Вот. И приняли решение, то есть на общественной комиссии, партии Аманат, как депутаты, мы, соответственно, отправили запросы соответствующие и свои рекомендации. Это обсуждается вместе с общественностью. И хотел бы особо подчеркнуть, что здесь, конечно, мы привлекаем ученых к решению данных проблем. И хотел бы вот донести, что этот полигон, как уже Акимат говорил, что сейчас будет новый полигон, но вот с этим Асаном, то есть обратили внимание и взяли на контроль, что, значит, вот этот полигон, скажем так, вот производственная площадка карьер на Асане, который горел, он будет использоваться в 2023 год. То есть сейчас уже нужно разрабатывать технико-экономическое обоснование, сейчас уже нужно разрабатывать план рекультивации. И мы дали поручение, попросили, чтобы с общественностью, с людьми обсудили, что на месте этого сделать. Может быть, парк, может быть, какую-то игровую зону или что, чтобы должен быть проект. То есть пока он действующий этот полигон. Но сейчас уже нужно будет и принять решение, и заложить, соответственно, деньги на то, чтобы разрабатывать план рекультивации, как он должен быть, очень грамотно должно быть, чтобы не было никаких каких-то эксцессов. То есть вот этот момент достаточно такой актуальный для нашего города, соответственно. И, конечно же, мы решили повторно очень много проблем, на самом деле, с переработчиками, потому что вывоз в Российскую Федерацию в запрете, собирают, допустим, тот же пластик, куда его девать, где переработка и так далее. То есть вот эти вот вопросы, именно логистики, переработки, приема, то есть они очень такие важные, сложные, и мы стараемся вот эти вот вопросы, встречаясь именно с предпринимателями и с исполнительными властями, как-то найти консенсус, который устраивал бы всех. И общество, и, соответственно, власть в рамках закона, и предприниматели, чтобы они могли вот эти вот вопросы как бы решать. Это касается многих вопросов, и ЖКХ, и дорог, и то есть мы рассматриваем все эти вопросы. Вот из последних хотел бы вот сказать, и как раз пользуясь случаем, донести о том, что мы дали именно такие рекомендации в Акимат, и будем следить, как депутаты, о том, чтобы в бюджете 2023 года были заложены деньги на проект рекультивации данного полигона, потому что время уже пришло. Ну, а касательно, вот вы вопрос задали, малобеспеченных, инвалидов, ветеранов, вы знаете, дело в том, что мы помогаем не потому, что мы депутаты. Депутатство, конечно, обязывает больше ответственности, социальной ответственности, но для нас вот, ведь депутаты проходят, наверное, более такие активные из слоев представителей общества. Поэтому для нас, в принципе, этот вопрос, это обычный образ жизни, это наш образ жизни. Мы и до депутатства помогали данным категориям, а сейчас особо. Я думаю, даже если не будем мы депутаты, мы все равно будем помогать. Что радует. Давайте остановимся на работе общественной приемной. С какими все-таки чаяниями обращаются наше население? Характер обращения. Характер обращения, вы знаете, в основном обращаются, конечно же, за помощью. За помощью в материальном плане. Но если смотреть так, то получается у нас, первое, это самый больной вопрос, который обращается, это вопрос жилья, квартирный вопрос, потому что и очереди, и земельные участки и так далее. Второе, это по социальной поддержке именно людей из уязвимых слоев. Хотел бы отметить следующее, что надо сказать, что как депутаты мы доносили все эти вопросы. И вот на одном моменте хотел бы остановиться. Изменения, которые произошли к лучшему. В чем они заключаются? Поскольку я в системе образования, я бы хотел сказать следующее, что вот специально по поручению президента в этом году на выделение обучающейся гранты поделили, то есть выделили специальную категорию. Если раньше было, допустим, только сельская местность и так далее, сейчас выделили категорию малобеспеченные, дети-сироты, люди, которые с ограниченными возможностями. То есть у них есть своя квота, по которой они получают. Более того, созданный фонд Казахалкна, то есть вот этот фонд, который благотворительный, он также выделил средства в этом году, 10 грантов, допустим, по нашему университету. То есть мы практически все вот эти потребности закрыли. И вот хотя бы вот такие моменты, когда касается детей, вот этих из малообеспеченных, инклюзивные, имеется в виду дети с особенностями, то есть вот эта проблема уже несколько снизилась, это радует. То есть сейчас таких обращений стало меньше. И я считаю, что здесь заслуга большая, в принципе, именно общественных приемных, депутатов, которые доносят это все, смогли добиться, донести до правительства, до президента вот эти проблемы, которые возникают. И они решились. Я бы добавила еще вопрос трудоустройства молодежи. Да, и какие социальные проекты для них есть. Стоит краеугольный такой вопрос, потому что мы знаем, что у молодежи есть определенные проблемы. Это прежде всего это жилье, трудоустройство, жилье, конечно, да, и качество образования. Исходя из этого, конечно, есть определенные государственные проекты, связанные вот с этими проблемами. Ну, например, вот такие проекты, как с дипломом в село, молодежная практика, да, первое рабочее место есть, да, и очень отрадно есть безвозмездные гранты для молодежи до 29 лет для открытия бизнеса. И кроме того, надо отметить, вот по жилью, есть жилищная программа государства, это относительно арендного жилья, беспроцентный кредит в течение пяти лет. Это замечательный проект для молодежи, поэтому, конечно, глобально вопросы решаются. Единственный вопрос, насколько бьет баланс спрос на рынке труда и рынок, преподавание, системы образования. То есть в одно время выпускали кучу нефтяников, газовиков, кучу юристов, а в результате они уходят безработные. Поэтому, я думаю, по этим вопросам должен быть определенный баланс. Итак, перейдем к другим вопросам. У нас очень мало времени, необоснованное давление незаконно уголовное преследование предпринимателей. Этим вопросом, хроническим, скажем так, президент уделяет особое внимание. Расскажите, пожалуйста, очень коротко о развитии бизнеса в Западно-Казахстанской области и насколько, наверное, выдержан баланс между интересами государства и бизнеса. Это вот такой вот широкий вопрос. Объемный, да, я понимаю. Объемный, широкий вопрос. Мне кажется, целиком передача должна быть посвящена этому вопросу. Но раз очень мало времени, мы постараемся покороче основные моменты. Да, основные моменты, на ваш взгляд, да. Если уголовное преследование, мы знаем, что со стороны Генеральной прокуратуры введены дополнительные меры защиты бизнеса в рамках уголовного процесса. Это очень отрадно. Во-вторых, если вы говорите по поводу развития бизнеса в нашем регионе, ну, статистика говорит о том, что на где-то около 11, примерно, процентов увеличился в динамике охват бизнеса. Да, да. Но надо, не надо забывать о том, что два года пандемии, они дали определенный крен, конечно, развитию предпринимательства. Сейчас вот только мы начинаем как-то вот выходить из этой ситуации. Но она есть, эта проблема, по-любому. Я представляю малосредний бизнес, и я могу сказать только вот в этой сфере, ну, этого направления. То есть определенные проблемы, и я думаю, что со стороны государства все же должны быть приняты глобальные меры поддержки. То, что сейчас есть, этого недостаточно. Потому что есть такие проблемы, например, да, которые существуют, и они, почему, ну, я не знаю, когда они решатся. Это, во-первых, высокие процентные ставки кредитования банка. Это не секрет, это не секрет, даже для развитого бизнеса 17-19 процентов. Это много. Это очень много. Мировая практика, мы знаем, да, 1 процент или 0,1 процента, к примеру. Это серьезная проблема. И также завышенные требования залогового обеспечения. Это тоже, в общем, все знают об этом. И самое, наверное, ну, одно из печальных проблем, это то, что субсидии, вот, по сегодняшний день получают только крупные хозяйства. Мелкие опять остаются в стране. Хотя мы говорим, малый бизнес, средний бизнес, основы экономики, фундамент экономики, все прочее, прочее. И вот такое ощущение, как будто эти... А что необходимо сделать, как достучаться до этого? Такое ощущение, как будто эти правила прописаны именно вот для, только для крупных предпринимателей. Ну, изменение нормативных документов, изменение законодательных норм прежде всего. Хотя государство, надо заметить, да, вот тоже, в общем-то, в отличие от тех периодов, сейчас идет диалог. Идет диалог со стороны госорганов, да, бизнеса. Я бы хотел... Да, диалог есть на самом деле, но вот именно вот есть, конечно же, я считаю, что обоснованные претензии к правительству. Решение вопросов, которые поднимают проблемы, то есть соглашаются, и правительство понимает это. Но вот скорость решения, она очень медленная на самом деле. Время сейчас очень динамичное. То есть, если есть проблема, ее нужно оперативно решать. Но у нас получается, что да, они знают, да, мы как бы работаем. И где-то все это вот, как бы вам сказать, где-то все это тонет, потому что на самом деле проблем много. А когда мы говорим про крупный бизнес, ну, здесь просто получается таким образом, что чиновнику легче работать с крупным. Ему лучше один раз отдать одному, и один отвечает, чем ста небольшим, за которыми нужно, потому что это все-таки субсидия, бюджетные. Потому что на вышло, извините, большие цифры сразу появляются, либо вот мелкие-мелкие. То есть, пока, мне кажется, вот ориентироваться все на вот эти вот показатели, которые чисто сухие математические, будет сложно. Нужен конечный результат. А конечный результат, и президент говорит, и недавно вот мы встречались, когда депутаты с Акимом и Галина Шмиденовича говорят, нужны конкретные результаты, люди, рабочие места и их доходы. Вот что самое главное. И они сколько денег, которые выделили государственные субсидии, сколько их потратили. Или потратили, успели до конца года потратить, или не успели. То есть, не вот этот показатель. То есть, нужно к этому идти. Вот даже, знаете, вот по поводу диалога, да, медленно действительно решается. Но бывают такие моменты, вроде бы как бы вот соглашаются с бизнесом, в госорганах, да, это на уровне законодательных норм. Вроде как соглашаются в диалоге. Поддерживают. В результате вроде как будто, да, поддерживают, нас услышали. А тогда, когда уже, извините меня, появляется тот или иной документ, мы видим, они написали с точностью все наоборот. То есть, они написали так, как они до этого сами оглашали. Понимаете? Да. Поэтому, здесь должен быть такой вот, действительно, наверное, на законодательной основе должна ответственность быть за госорганами. То есть, ответственность должен нести не только бизнес. Ответственность должны нести госорганы, представители, руководители госорганов. Потому что, получается, даже на примере, да, договорных взаимоотношений между государственным партнером и частным партнером, все обязательства, ответственность прописан только за частным партнером. За государством абсолютно ничего. Ни своевременная оплата, ни исполнение договорных своих обязательств не несет никаких штрафных санкций. Понимаете? Вот до тех пор, пока не будет нести госорган ответственность, я думаю, это будет являться проблемой для дальнейшего развития бизнеса. Хорошо. Пять минут у нас осталось эфирного времени. Не секрет, что между депутатами и народами есть разрыв. И зачастую, кстати, согласны ли вы с этим мнением? Это, во-первых, и зачастую во многом из-за слабого авторитета маслехатов, думает так народ, из-за отсутствия работы маслехата в публичном поле, из-за соглашательства с Акимами, так тоже думает народ. Опять-таки, если сайты маслехатов просмотреть по республике, то не все они отражают повестку дня, это раз. Зачастую они заброшены, это два. Да и пресса, что говорить, не так часто обращаются за комментариями к депутатам. Мало у них инфоповодов, хотя должны быть, не скрою. Да и сами депутаты избегают контактов. Не все, но большинство. Как вы думаете, насколько налажена коммуникация все-таки? И правда ли, что есть такой большой разрыв? Ну, я бы хотел сказать, ну, первое, допустим, по разрыву. На самом деле, разрыва между, такого большого, между депутатами и населением, населением на самом деле нет. И это могу заявить со всей ответственностью. Почему? Потому что депутаты, если мы сейчас говорим об областном складе, не пользуются никакими привилегиями. У них только ответственность. Мы не получаем заработные планы. Это все только общественные. И мы такие же люди, как и все. То есть мы точно так же вышли. Просто мы занимаемся вот этой общественной работой. Ну, потому что принцип такой. Это один момент. А то, что касается открытости и так далее. Да, здесь я с вами согласен. Не все депутаты, как бы, публичные. Наверное, надо всем учиться. И власти, и депутатам. То есть меняться и становиться более публичными. Более активно работать в социальных сетях. И есть, на самом деле, мы и требование такое, и мы работаем в этом отношении. Стараемся, как бы, освещать вот эти вот все события. Но, опять-таки, это вот зависит, конечно же, от людей, которые работают. Но, поэтому, как бы, я думаю... В этом плане Ильяна Ксеньевна хорошо очень работает. В плане публичности, освещения своей работы. Вот это правильно сегодня. Мир требует, чтобы рассказывали людям о том, какую работу проводят. И также сайты вот мыслихатов. Я вас просмотрела по Казахстану. В основном пусто. Ну, послание президента, да, оно всегда там присутствует. А в целом, повестки дня. Что на повестке дня? Каждое время диктует свое требование. Поэтому, если, к примеру, совершенно недавно мы вообще в соцсети были далеки. Но тогда, когда сказали, надо, естественно, надо делать, да. И потом, больше, знаете, вот диалоговая площадка рождается между избирателями и депутатами. Сейчас же как? Может любой избиратель написать там. Так, Турценова, ты не работаешь. Мы тебя не знаем. Туда-сюда, да? В тех же социальных сетях. В тех же социальных сетях. Это здорово, что это есть площадка. И, конечно, нужно ей пользоваться. И воспользоваться каждому депутату. Непременно. Потому что у нас есть ответственная определенная миссия перед своими избирателями. Прежде всего. На самом деле, как бы, да, есть и вот эта информационная открытость, информационное именно донесение. Этому нужно учиться, и мы все этому учимся, на самом деле. Почему? Потому что, когда мы говорим про соцсети, ну, Леонид Асимовна права. Два года тому назад, три года тому назад. Нам казалось, в соцсетях, ну, это только там дети что-то сидят и бесконечно смотрят. Сейчас это получилось таким образом. Я думаю, что вот еще год-два, я думаю, что это будет уже совсем новое видение, и мы будем успевать. В принципе, у нас многие очень активно ведут в соцсетях. И то, что касается, конечно же, нашего главного органа, Маслихата, да. Но я тут хотел отметить, что, кстати, заседания и наши Маслихаты, и комиссии, соответственно, они всегда идут в прямом эфире. То есть, транслируются. Да, этот вопрос, кстати, часто задают наши свидетели. Да, он всегда идет, транслируется. А повещения есть заранее? Да, да, обязательно есть. И есть темы, которые будут обсуждаться. Просто очень важно, чтобы еще и люди все-таки проявляли активность. А когда мы говорим про общественность, нам нужно, чтобы было больше активных людей, неравнодушных людей. Потому что все-таки, как бы ни говорили, но есть немножко такой момент иждивенчества, либо такого вечного недовольства, когда говорят, вот он неправильно делает, то нет, и все, а ничего-то. И ничего там не делает, конечно. Должно глобальным быть отличие, неравнодушие, гражданская позиция, либо просто недовольство и иждивенчество. Совершенно не надо мешать эти принятия, потому что в последнее время очень много необославных жанров, недовольств, диванных критиков. Каждому неравнодушному человеку никогда не отказывали. И я хочу сказать, на самом деле, ни Акимата, ни Маслехат, ни общественные советы. Мы всегда открыты, всегда приходят с предложениями. Но, к большому сожалению, больше именно вот этого недовольства, непонимания, когда она сейчас спрашивает, хорошо, давай скажи, как нам сделать, что изменить, постановление надо или что-то такое. Но вы для этого сидите, вы и думаете. Вот такой вопрос. Но мы такие же люди, как и все. Ну, наверное, это такое вот изменение. Мы депутаты нескольких, ну, не первые созывы, во всяком случае. Вот я могу сказать, именно сейчас это вот новые тенденции, абсолютно новые тенденции. Вот такого раньше как бы не было в нашей деятельности депутатской. Было более конкретно, более вот точечно. А сейчас, вот знаете, есть категория людей, которые охватывают, вроде много-много, ничего конкретного, только одно недовольство. Ну, то есть, получается, можно говорить как бы такими общими словами, как это называем, да, а о предложении, что нужно сделать. Да. И что вы хотите видеть, да, и как вы хотите к этому прийти, да. Вот даже, знаете, элементарный, я вам приведу пример, действительно, очень много, допустим, приходят и высказывают в соцсетях недовольство о том, что вот, там, город не украшают, там, или еще что-то, какие-то именно по соцсетях. Но когда просят принести проекты, вот когда... Предложения, да. Предложения, Аким, когда сказал, вот 100 миллионов, что мы на это будем, дайте проекты. Но там жалкие 3-4 проекта, которые приходят, а на самом деле, понимаете, если ты недовольный, тогда предложи. Давайте вот так вот сделаем. То есть должна быть активность, неравнодушие, и мы ждем, и хотим, и мы очень рады. Конечно, она сейчас повышается, но, к сожалению, не такими темпами. Что же мне сообщать, что время наше ограничено? Спасибо большое вам за участие. Конечно, говорить можно о многом, и этого времени, что нам выделено, конечно, мало. Спасибо вам, уважаемые телезрители. Вы смотрели программу «Маслихат» на телеканале «Акжаик». Сегодня у нас в студии были депутаты областного «Маслихата» Леана Турсынова и Нулан Сергалиев. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok